Европарламент принял решение направить в США группу депутатов, которая должна разобраться в скандале с прослушиванием американскими спецслужбами мобильных телефонов политических деятелей ЕС. Об этом сегодня было объявлено на проходящем в Бельгийском столице саммите. Скандал в связи с новыми разоблачениями беглого сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена отодвинул на второй план все остальные вопросы повестки дня встречи. Белый дом уже пообещал изменить существующую практику, но конкретных деталей не приводит. Из Вашингтона репортаж Александра Панова. Лидеры Европейского союза возмущены. Нельзя шпионить с друзьями. Вслед за Францией и Германией вызвать на ковер американского посла решила Испания. Недвусмысленное заявление в этой связи сделал премьер-министр страны Марианна Рахой Брей. Как сообщает британская Гардиан, далеко не первый раз публикующий разоблачения от Эдварда Сноудена, американской разведкой велась прослушка глав 35 иностранных государств. В этой связи бывший премьер Италии Романо Проди поведал газете Мессаджерну о том, что американские спецслужбы следили за его телефонными разговорами еще 10 лет назад, когда он занимал пост председателя Европейской комиссии. Данные поступали на секретную британскую военную базу Mansfield Hill, откуда передавались в Агентство национальной безопасности США. Если отдельные аспекты деятельности американской разведки могут быть оправданы антитеррористическими целями, то в случае с главами европейских стран прослеживается лишь нарушение норм международного права и фундаментальных гражданских прав, убежден Проди. Пожалуй, только глава индийского правительства 81-летний Манмахан Синг не переживает в связи с прослушками АНБ. У индийского премьера нет ни мобильного телефона, ни электронной почты, пояснил его пресс-секретарь. Франция и Германия потребовали от США заключить договор о прекращении шпионской деятельности в отношении друг друга. Документ должен быть подписан уже в этом году, потребовала сегодня канцлер Ангела Меркель. Франция и Германия выдвинули эту инициативу. Мы начали обсуждение с американцами, чтобы выработать общие контуры этого документа. Необходимо подготовить его к концу года. Если к нам присоединятся и другие европейские державы, мы будем только приветствовать это. Канцлер Ангела Меркель заявила, что слежка недопустима между ближайшими союзниками, разделяющими общие демократические ценности и сражавшимися бок о бок в ходе военной операции в Афганистане. Соглашение о запрете взаимного шпионажа не является чем-то новым в мировой практике. Америка подписала его после Второй мировой войны наряду с Британией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. По числу участников договора его прозвали «пять глаз». Теперь этих глаз должно стать больше. Только ближайший тратцатлантический союзник США и, соответственно, Обамы, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон поддержал Вашингтон. Кэмерон осудил Сноудена и газеты, публикующие его откровения. То, что делает Сноуден и в определенной степени газеты, помогающие ему, подает ясные сигналы нашим врагам, как им следует избежать слежки и наблюдения контрразведки. То, что делает Сноуден и газеты, сотрудничающие с ним, затрудняет работу по обеспечению безопасности нашей страны и ее граждан. Но разоблачения продолжаются. Два зарубежных дипломата в Вашингтоне были вызваны на брифинг в офис директора национальной разведки США Клэппера, где их предупредили о том, что Сноуден располагает документами о сотрудничестве АНБ с рядом агентов иностранных разведок, в том числе и стран, которых официально не причислишь к союзникам Америки. Есть у беглеца, получившего убежище в России, секретные данные о сборе информации в отношении Китая, России и Ирана, сообщает сегодняшний Вашингтон-Пост. Реакция Белого дома на разразившийся скандал очень сдержанная, если не сказать вялая. В ходе телефонного разговора Обама обещал Меркель, что ее не прослушивают и не будут прослушивать впредь, а как было в прошлом. Разговора президента и канцлера для Берлина оказалось недостаточным. В ближайшее время в Вашингтон прибывают главы внешней и внутренней разведок Германии. Они встретятся как с представителями Совета по национальной безопасности при Белом доме, так и с руководством Агентства национальной безопасности. Европейские средства массовой информации задаются вопросом, контролирует ли президент Обама действия американских спецслужб. И еще один вопрос занимает политиков по обе стороны Атлантического океана. Сколько еще разоблачений припасено у беглого инженера Эдварда Сноудена? Александр Панов, Дмитрий Шахов, РТВА, Вашингтон.